Управление гневом Да что угодно Вот вам нужно научиться управлять гневом В России это не так модно Почему? Что люди реже впадают в гнев, в ярость, в вешенство Да нет конечно Просто единственная мотивация для того, чтобы человек решил научиться управлять своим гневом Это является страх доказания Может быть кто-то из вас видел фильм, по-моему, о Вериканске О том, как судья приговорил, не помню, никогда не запоминал фамилии актеров Что либо он учится управлять своим гневом, либо садится в тюрьму Да, вот это абсолютная правда Это единственный вариант, когда человек пойдет на то, чтобы управлять своим гневом Потому что чаще всего от гнева, от ярости, от бешенства Сам-то человек не страдает Страдает его окружающий, который пытается его убедить, что так себя вести плохо И даже если человек согласился, что да, такое поведение неадекватное, такое поведение нехорошее Он не будет как-то пытаться его изменить Почему? Потому что так работает нервная система В том числе и его Любые эмоции Это не более чем индикатор количества электрического тока Поступающего в наш мозг Все больше ничего Никаких других функций эмоций не несут Если у нас мало энергии Мы лежим, спокойные, апатичные Мы не хотим ничего делать Если у нас энергии много, то мы можем горы свернуть Но бывает так, что энергии у нас много И мы счастливы, мы добры, мы делаем из себя и других счастливыми Мы делаем что-то для пользы себя и мира А бывает так, что энергии много И при этом хочется все разрушить Почему тоже так различаются? Почему эмоции так отличаются? Мы делим эмоции на позитивные и негативные Почему? Ведь эмоции, как я уже сказал Это индикатор количества электрического тока Поступающего в наш мозг Но электричество не может быть ни позитивным, ни негативным Значит, есть какой-то другой параметр Дело в том, что энергия, которая идет по волокнам Она и образуется в нервной системе Есть только одна структура, которая способна генерировать электрическую энергию Это рецепторы А рецепторы, в свою очередь, делятся на две большие группы Внешние рецепторы и внутренние рецепторы Первые получают энергию, генерируют в электрический сигнал Энергию внешнюю, энергию солнца, энергию земли Энергию воздушных и водных потоков То есть энергию, в общем-то, колоссальную, неограниченную В то время как внутренние рецепторы Способны увеличить количество энергии, вырабатываемой Но только одним путем И этот путь называется боль Так вот это и является Различием между положительными и отрицательными эмоциями Только это В первом случае мы и берем энергию на халяву Сколько хотим И эту энергию мы перерабатываем в нашу электрическую энергию нашей жизни Во втором случае мы берем энергию боли Да, ее тоже может быть достаточно много Во время ярости, во время стресса Человек способен на многое Но тем не менее Это не сравнить с той энергией, которую мы вырабатываем Во время счастья Когда мы влюблены Почему? Да здесь работает тот же самый закон сохранения энергии Если мы энергию внешнюю, колоссальную, мы просто берем То для того, чтобы произошли химические и физические изменения в организме И сработали внутренние рецепторы Мы должны энергию потратить То есть мы тратим энергию, получаем А ведь в любом случае Мы не можем вложить меньше энергии, чем получить Ни один двигатель Ни один генератор электрического тока так и работает И человек не является исключением Мы не вечный двигатель То есть мы испытываем боль И мы испытываем подъем энергии Вот это и есть гнев И когда нам говорят Успокойся Контролируй свой гнев Делай иначе Можешь таблеточки пить Что нам говорят? Мы отберем у тебя энергию И тебе будет жить хуже Когда вы более счастливы Когда вы лежите спокойно в апатии Или когда вы пусть даже с помощью раздражения Но вы энергичны Пусть вас что-то беспокоит Какой-то мандраж Но тем не менее у вас есть энергия А вам говорят Давайте мы эту энергию у вас заберем Вы на это не пойдете Любые таблетки, которые в это время будут даваться Они будут делать вас несчастным Они будут делать спокойным А значит вы будете получать меньше энергии Единственный вариант сделать вас энергичным Это убрать боль И если современные методы пытаются ее просто убрать То я предлагаю вам вариант Не убрать боль А заменить энергию боли на энергию внешнюю Ну по большому счету Если вы занимаетесь медитацией Если вы занимаетесь какими-то психопрактиками Такими фундаментальными Йогой Еще там не знаю Ушу Вы именно это и делаете Ну простите Но мне кажется что это достаточно длительный путь Для того чтобы достигнуть какое-то Расслабление, успокоение в той же йоге Уходят годы Вы готовы на это пойти? Потратить энергию Которую у вас не хватает Настолько не хватает Что вам приходится разрушать самого себя Делать себе больно На то чтобы эту энергию заменить При этом вы даже не знаете Что вам это нужно сделать Вы поете на это? Да 99,9% что нет Очень немногие готовы изменить свое настроение Убрать свою раздражительность Потому что чувствуют Что это мешает им Я предлагаю использовать метод аппаратной психотерапии Этот метод не похож ни на один существующий Дело в том что аппаратная психотерапия создавалась Не для того чтобы избавить вас от гнева Не для того чтобы изменить наши эмоции Нет Задача аппаратной психотерапии Исходно была В восстановлении нормальной проводимости нервных путей То есть это делалось именно для этой цели Когда-то я писал диссертацию по теме Математические модели нервной системы И для того чтобы доказывать какие-то формулы из этой модели Я создавал физиотерапевтические аппараты Если формула вот эта часть формулы верна Значит аппарат будет действовать так же То есть аппаратная психотерапия родилась Совсем не для лечения Вашего настроения Не для того чтобы делать вас счастливым Но тем не менее она это делает Потому что увеличивает количество энергии Поступающего в мозг И не за счет боли Не за счет работы внутренних рецепторов А именно за счет того что внешние рецепторы Начинают передавать Снимаются блоки И энергия с внешних рецепторов Свободно начинает поступать в мозг И необходимости в боли Больше нет Как проводится аппаратная психотерапия Это очень просто Вы просто садитесь И начинаете делать то что мы Люди Любим больше всего Жаловаться на свою жизнь То есть Я В бешенстве Я Ненавижу Я Раздражен Я в гневе Потому что Меня окружают Козлы Сволочи Люди которые меня раздражают Но не они вас раздражают У вас Срабатывает Вам нужна Эта энергия И вы ее получаете Как только Вы вспомните О Вот этих вот Раздражающих Факторах Людях Предметах Не важно Вас поднимется Эта волна гнева Даже если люди Эти находятся За тысячу километров Вы начнете Опять ненавидеть Вы опять Придете в состояние Гнева Неистовства Ну это не самый лучший вариант Но Это то Что необходимо Для проведения Аппаратной психотерапии Вы вытащили Свой дискомфорт Вы вытащили Вот эту боль Душевную И физическую Все остальное Аппаратная психотерапия Сделает сама Вы надеваете наушники И слушаете Определенную комбинацию звуков И продолжаете Гневаться Уже через Очень короткий промежуток Вы заметите Что А это Уже вас меньше Гораздо волнует И у вас уже не такой Гнев Вас уже не приводит В бешенство Ваши близкие Ваши коллеги Вам легче Гораздо легче Еще несколько сеансов И вы заметите Что это вам стало Безразлично В течение Там Может быть Десяти сеансов Трех Четырех В основном Вы избавитесь От этого состояния И когда вы будете Говорить о том Что вас Окружают Те же самые Козлы Бараны Вам будет Безразлично С точки зрения Классической Психотерапии Вы победили Свой гнев Вы его Успокоили Вы им управляете Ну хотя вы понимаете Что управление Не происходит Вам просто стало Это безразлично Аппаратная психотерапия Способна дать Вам больше Если вы продолжите Вот точно так же Говорить уже О тех факторах Которые вас Раньше раздражали Теперь они вам Безразличны То еще через пару сеансов Вы заметите Что Эти факторы Эти разговоры Вызывают у вас Улыбку Вы говорите о том Что ваши Коллеги Бараны Ничего не понимают Ничего не хотят Ну и что А вас это уже Веселит Если вы пройдете Еще несколько сеансов То наступит момент Который лично Я называю инсайтом Не знаю Правильно Неправильно Озарение Просветление В этот момент Ваше настроение Вдруг Мгновенно Станет Великолепным И вы Будете говорить О том Что вас окружают Бараны А вам при этом Будет классно Это значит Что в этот момент В данном Рефлекторном Комплексе Энергии От боли Больше нет И вся энергия Которая проходит По этому Рефлекторному Комплексу Она Халявная Это энергия Внешних Рецепторов Все Теперь Это вас больше Не будет Беспокоить Никогда Все что вам Было нужно Жаловаться 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 Самому себе Слух Или про себя Это абсолютно Не важно А на выходе мы имеем счастье. Ну вы скажете, чушь какая-то, вообще сказка такого не бывает. Не буду с вами спорить. Именно поэтому первые пять суток использования аппаратной психотерапии дается бесплатно. Вы регистрируетесь на сайте, ссылка в описании, и проверяете на себе, работает ли это на вас. Я вам гарантирую, что если вы будете четко соблюдать инструкцию, то это работает. За пять вот этих вот суток вы можете провести по нескольку сеансов в день. Вы можете избавиться от своего гнева. Если это что-то более глубинное, займет чуть больше времени. Но за эти пять суток вы поймете, что вам стало намного легче. Как минимум вы получите за это время безразличие. Я призываю вас дойти дальше, до состояния инсайта. Но это ваш выбор. Только вы решаете, до какого состояния вам доходить и как комфортно. Объяснять вам, что такое инсайт, знаете, достаточно проблематично. Это все равно, что слепому от рождения рассказывать, что такое радуга. Хотя может быть, когда-то в детстве или там несколько дней назад вы испытывали вот это ощущение душевного подъема, ощущение счастья, радости. Вот именно вот это состояние является нормальным для человека. Все остальные эмоции – это признак болезни. Здоровый человек – это счастливый человек. Но так даже не только я говорю. Это определение Всемирной Организации Здравоохранения. Посмотрите, что такое здоровье, вы их понимали. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Избавляйтесь от гнева. Не управляйте им. Это порочный путь. Именно избавляйтесь полностью от гнева. Подписывайтесь на канал. Узнавайте, как вы можете изменить свою жизнь. И как аппаратная психотерапия в этом вам может помочь. Будьте здоровы. Избавляйтесь от гнева. Будьте счастливы.